Добрый вечер! Добрый вечер! Как можете оценить их и почему сегодня принято решение сразу Амирова после приезда командежной сборки поставить первую цену? Добрый вечер! Сейчас у нас очень хорошая молодежь и ей надо давать возможность играть и развиваться в правильном направлении. То, что сегодня Родион Амиров играл сразу же в первом звене. Вы все видели, как он отыграл довольно прилично, отыграл и хорошо за сборную команду. От главного тренера Игоря Николаевича Ларионова были хорошие лестные отзывы, поэтому главный тренер принял решение дать ему и поиграть в первом звене. В принципе, то, что ему доверили, он оправдал. Да, была первая игра на взрослом уровне в этом сезоне, поэтому все было правильно сделано. Но на предсезонном примере действительно молодежь получает много шансов, но лучше ли она походу сезона или все-таки это тенденция, когда много молодых, 3-4 человека, они просто сдают, они играют, она может уменьшиться в фон регулярном чемпионате, такого доверия уже не будет. Я повторюсь еще раз, политика клуба – это развивать нашу молодежь. Третьевский штаб с этим абсолютно согласен. И поверьте, что если молодые игроки будут хорошо играть, выполнять и правильно выполнять задания тренера и задания на игру, поверьте, что они не будут с статистами, они будут играть, и мы все на это надеемся. Дмитрий Александрович, вопрос следующего плана. Салават выбил домашний турнир. Как итоги, если вы брать итоги турнира, как вы оцените выступление команды в Уфе сейчас, вот эти три матча, над чем предстоит еще работать, чем доволен тренерский штаб, чем не доволен пока? Вы знаете, три игры, и три игры, они все были разные по своему, по тактике, потому что разные команды. Тракторы – это очень хорошая, довольно взрослая команда, есть хорошие игроки, опытные игроки. Ну и как вы видели, что, в общем-то, в игре против трактора четыре гола были забиты в большинстве в неравных составах, вот, это говорит о том, что встретились две мастеровитые команды. Да, где-то мы допустили, может быть, побольше ошибок, это неоправданное удаление, опять же, того же молодого нашего игрока, перспективного Егора Сучкова, вот, на что ему было подсказано, что в таких играх, в общем-то, каждое удаление и каждое неправильное принятое решение, оно чревато. Так и получилось. Вторая игра, команда вышла уже заряженная, и что очень нас порадовало, то, что нас порадовало и в первую, и во второй, и в третьей игре, что мы шли по нарастающим. То есть команда выполняла, команда продолжает выполнять тренерские задания, и то, о чем мы говорим в раздевалке, команда переносит и играет на льду. Этот турнир был очень полезен для нас. Спасибо. Михаил Александрович, такой вопрос. Возвращаясь снова к молодежи. Некоторые ребята, которые тренировались на борьбе с командой, так и не принялись от выборов в товарищеском, в турнире. Есть ли у них шанс еще вот на этой процедуре сыграть и себя принять? Вы знаете, у нас 11 человек были, 11 ребят игроков были, которых мы взяли из Тороса и в том числе из Толпара. 11. Понятно, что не всем ребятам удалось дать на этом турнире поиграть. Хотя, откровенно вам скажу, то, что они какую работу, какой объем работы они выполнили, они все заслуживали место в составе и все заслуживали то, чтобы выйти на домашнем турнире. Но, как вы понимаете, эти 11 человек мы не можем. У нас есть и игроки, так скажем, основного состава, которые должны весь сезон будут давать результат и, в общем-то, вести команды вперед. Поэтому я думаю, что у них еще будет шанс проявить себя на самом хорошем уровне за родной «Слават Юлаев». Александр Иванович, такой вопрос. Насколько сложно дался вам переход от молодежного как-либо сейчас на уровень КФЛ как тренера? Как тренера? Да, да, как тренера. Ну, если вы почитаете мою биографию, я тренировал и взрослые команды. И я вам скажу, что, если кто-то скажет, что на том уровне, где я тренировал команду, что это очень просто, ну, наверное, ошибается. Переход, в принципе, никакого труда не составлял, тем более с многими, не с многими, а со всеми тренерами я знаком. И у нас очень хорошее общение, поэтому взаимопомощь, она никогда не проходила даром. Поэтому никаких трудностей не было. Спасибо. Михаил Александрович, у нас больше вопросов нет. Спасибо. Еще раз в победе. Благодарю вас. Благодарю и приглашаем вас на следующие матчи наши. Всегда рады вас видеть. Всего доброго. До свидания. Александр, как слышно? Хорошо слышу. Здравствуйте. Добрый вечер, Александр. Поздравляем с победой на домашнем турнире. Хотелось бы от вас услышать небольшой комментарий по сегодняшнему матчу. Такая довольно-таки сложная и тяжелая победа получилась. Северсталь прям до последнего сопротивлялась. Ну да, начало было достаточно тяжелое. Северсталь побыстрее была. Быстрее забирали шайбу, да, то есть мы не успевали на подборы. Поэтому Северсталь владел инициативой, то есть немножко отдали инициативу. Потом, ну я так понимаю, что они немножко набегались и так игра выровнялась. Удалось забить. Хорошо, что тут конец. Вот. Ну дальше уже надо было дожимать. Александр, здравствуйте. Смотрите, выиграли домашний турнир, да, но поражение от трактора 3-4. Северсталь, ой, простите, не в Тихиме, был таким полуосновным, можно сказать, составом со вторым бордарем, который в 15 матчах сыграл. И Северсталь в последний день сыграли 2-1 в овертайме. Можно сказать, что пока игра не очень нас впечатляет или все можно сказать на нагрузки. Ну, на самом деле, наверное, не нам. Не нам давать оценку впечатляет, не впечатляет игра, да. То есть как бы мы можем там поделиться, наверное, каким-то состоянием, да, мысами о состоянии, о своем. То есть как бы, ну, пока же тяжеловато. То есть и игры там, сейчас и тренировочный процесс, он по сути без выходных идет. Вот поэтому ну, понятно, что тяжеловато, да. То есть как бы, я думаю, что и ждать там не стоило таких игр, как там с Нептихинком, да, если мы три игры там сыграли. Ну, знаете, если честно, у нас даже как-то даже собрание сейчас проходит, они, ну, я думаю, никаких там тайн не выдам, но у нас даже они проходят не по результату, то есть они заточены. Ну, там не какие-то моменты обсуждаем по результату, да, а именно по структуре игры. То есть сейчас больше оттачиваем такие, ну, схемы, то есть именно базу, которая у нас будет в сезоне. Впереди предстоит пункт чемпионов в Казани. С каким настроем ли эти в Казани? Важно ли там победить? Или все-таки это обычный предсезонный турнир? А название, что... А речь о том, что там играют чемпионы, ну, это просто так. Ее можно просто вынести в заголовок. Ну, я думаю, да, это больше для болельщиков, то есть как создание ажиотажа больше. Ну, что нас касается, то есть, в принципе, у нас задачи-то, я думаю, все те же самые остаются, то есть оттачивать там какие-то основы, да, то есть уже времени не так много остается до сезона. Единственное, что, да, там уровень соперников будет, то есть каждая игра будет очень такая, ну, серьезная будет там, ну, уровень совсем, ну, очень-очень хорошие команды будут против нас играть. То есть именно на их фоне посмотреть, во-первых, на их фоне посмотреть, во-вторых, уже, то есть все с нагрузок потихонечку будут уже уходить и слезать. Поэтому уже мы, я думаю, ну, уже будем что-то видеть приближенное к сезону. — Александр, мы вот видим, пока у вас привычные по предыдущим сочетаниям, да, с теми же ребятами, с которыми мы играли. Насколько вы видите, что меняется или нет роль вашего спина? То есть какой-то другой таки предлагает тренер или, в принципе, что-то похожее? — Да, на самом деле здесь одно на другое накладывается. Мы, в принципе, два года играли в такой активный хоккей. Я думаю, вы это замечали, что мы за счет давления играли, за счет активной игры. Поэтому сейчас, как бы, это наложилось. То есть эти требования, которые сейчас новые, они, в принципе, дублируют, да, то, что мы не делали до этого. Поэтому нам очень, ну, я думаю, что нам очень просто влиться в эту систему. Именно своим звеном, то есть со своими партнерами. — Ну и сегодня у вашей тройки были несколько таких хороших моментов. Чего-то немножко в завершение не хватало. Там мы попали, пошали в последний момент. Что-то немножко буду с вами, как бы, турниры. В чем причина вот? Ну да, на самом деле вы сами, ну, сами вот и ответили на этот вопрос. Потому что есть такая усталость. Знаете, момент там дорабатываешь, и в конце уже немножко свежести не хватает именно завершить, да. То есть, как бы, свежей головы не хватает уже. Как-то на автомате все делаешь, и не хватает где-то паузы, там, посмотреть там на ворота. То есть это, ну, я думаю, что это от усталости. То есть, ну, как по своим ощущениям. А так, на самом деле, здесь такое распространенное выражение, да, главное сейчас в августе найти свою игру. Поэтому если моменты есть, там, я думаю, что над завершением поработать это уже, там, не такое большое дело, я думаю. Александр, Лига не так давно опубликовала комментарий на предстоящей стране. Наверное, успели уже изучить на Вальке. Он по сравнению с прошлым полегче? Если честно, да, я так особо не изучал, прям так и досконально. Поэтому не готов, наверное, ответить на вопрос. Сложнее, там, легче. Ну, я думаю, учитывая то, что там 60 игр, там плюс-минус столько же осталось, сроки проведения те же самые. Я думаю, что как-то, ну, можно сравнивать. То есть, ну, примерно одинаково. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Hello. Hello. Hello, good evening, Arcus. Hello. Can you hear us? Yes, I can hear you. Understandable? Yeah. Hello. 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 First question was, you have spent quite a lot of time together with the team now during the off-season. What is your feeling? What is your feeling? Do you feel about managing the team? Yeah. I feel like we have a great team. Like, I think we have a chance to win every game when we are playing. And, yeah, there's lots of good players, and it's good. It's good. And, yeah, it's a good team. We have a good team. We have a good team. And, especially, we have a good team. And, yeah, it's a good team. That's a great to get- It's not bad too. And, yeah. We're starting a lot. What do you believe is the talent and a elite set? Go ahead. To, uh... Tonight, a very good percentage of всё. Ты получил очень хорошую презентацию о фейс-оффе. Ты получил специальную уведомность? Да, я пытался научиться и пытаться быть лучше на фейс-оффе. Я думаю, что это большая часть игры. Если вы победите фейс-офф, вы получаете пак и вы получаете возможность победить. Я думаю, что это большая часть игры игры. Да, я уже не знаю на игры игры от точки. Это очень важно для них. Особенно по счастью, выигрывающие в России. Это будет шанс реализовать. Все очень важно. Спасибо. Я изучал как в КХЛ, и классно. The differences in rules concerning the pace of pace in Keisha? А, yeah, well one rule is, you can use your skate to win the puck, but I don't usually do that anyway, so it's basically same rules, so nothing different. Да, есть одно отличие, что при классе можно сказать, что Кайков, но я обычно не помню, что не помню, а также не помню. Как важно для тебя, лично, чтобы выиграть много в регуляции? Да, конечно, это всегда хорошо, чтобы выиграть в пресезонах. Если вы получите несколько ударов, то вы чувствуете себя лучше. Это большая вещь. Конечно, это всегда хорошо, но если ты занимаешься в местной зоне, то это будет лучше. Спасибо. Очень поздно. Есть несколько человек. Немного психолога, но не так. Вы не взялись на других игрок. Вы не взялись на команду, чем остальные игроки, а то есть на самом деле. В общем, у вас есть какие-то проблемы, в том числе? В общем, у кого-то есть какие-то вопросы? Я тренировался в Финляндии, так что я чувствую, что я в хорошем состоянии. Я не чувствую, что я не потерял ничего. Сейчас это хорошо, чтобы быть здесь. Нет, я очень много тренировался летом в Финляндии. Я чувствую себя в хорошей форме, так что не чувствую, что я отстаиваю. В Финляндии у меня есть другая роль. Он был в Финляндии, да? Готов к вам, пожалуйста. В Финляндии у меня есть немного другая роль, чем в Финляндии. Вы готовы для большей ответственности? Да, я готов. Да, я готов. Купер Манхайлу не предоставлялась вторая роль, которую я хотел бы иметь. А здесь я чувствую, что на меня удивляет надежда, как назову лидеров и Галиадора. Я готов. Я чувствую, что вы уже работаете. uto, что вы уже родители и Галиадора в сообществе? Знаете, вас уже готовят и гиганты? много вместе. И, конечно, Филип Ларсен тоже с нами. Я думаю, что у нас есть хорошая группа, и я не могу ждать, чтобы начать сезон. Конечно, мы первые встречались в Финске. Мы вместе вместе с Питани, вместе с рестораном. И вместе с Филип Ларсен. Я думаю, что у нас очень хорошая группа. Я не думаю, что у нас очень хорошая группа.